Я хочу рассказать о дистанционной деятельности на МИЦ-онкологии Петрова в разрезе с ИЗФО. Значит, что-то у меня не переключается, слайдик, переключается. Естественно, данные мы показываем, те, которые сдаем в отчетность. Вы видите, я специально не стала показывать слайд со всеми годами, в которых мы работали с 2018 года. Но я прекрасно помню, что в 2018 году, потому что телемедицину вела я одна, было 58 телемедицинских консультаций за весь год. В 2023 году у нас, по данным ЦНИОЗ, 8970 консультаций. На данном слайде представлен разрез по северо-западному федеральному округу. И вы видите, что во всех почти рост, кроме Калининградской области, снизилось до 278. Но, насколько я понимаю, достаточно активно Калининградская область работает с другими номецами онкологического профиля. И поэтому вопросов нет, почему такая цифра. Сразу же хочется пояснить, что наши врачи отвечают не только... Консультация оказывается не одним специалистом. Если мы возьмем общее количество консультаций именно по ответам врачей, то у нас получится 14 114 ответов. И, соответственно, на этом слайде вы видите количество консультаций по отделениям, чтобы понимать, на какие запросы большее количество ответов. Напоминаю всем участникам, что профиль нашего учреждения онкологический и тип запроса плановый. Ко всем выезжает Юрий Игоревич Комаров с командой и производит опросы, насколько качественно оказывалась телемедицинская консультация. Конечно же, есть недовольные, это нормально абсолютно. Но нужно понимать, что, допустим, лечением свящей наше учреждение в принципе не занимается. Мы не являемся хирургическим стационаром общего профиля, мы не являемся склифосовским или неискорой помощи джиннелидзе, которые могут вам помочь с этим вопросом. Даже наши пациенты, которые находятся у нас в стационаре, и если получается какая-то экстренная хирургическая необходима помощь, в частности с лечением свящей, то мы тоже отправляем пациента в джиннелидзе, мы тоже не можем справиться со сложнениями, которые возникают после оперативных вмешательств. Поэтому, к сожалению, дать ответы на чисто хирургические вопросы именно общего профиля, а не онкологического, мы не можем. Точно так же мы не можем решить проблему недержания мочи при раке простаты. Конечно же, мы будем давать ответ на вопрос по лечению раку простаты, а по лечению недержания мочи, к сожалению, на сегодняшний день у нас специалистов нет. Поэтому дать ответ на этот вопрос мы не можем. Реабилитации в нашем центре стационарной нет, у нас есть только отделение реабилитации амбулаторной части, и в стационаре первый этап реабилитации проходит. Но для тех пациентов, которые находятся в стационаре, и как только они выписываются из стационара, первый этап реабилитации закончен, и пациент должен получать реабилитацию на втором этапе, которого у нас на сегодняшний момент нет. Далее у нас есть только третий этап, где пациент самостоятельно выбирает себе врача, и какую-то реабилитацию может пройти уже в рамках платных медицинских услуг. С учетом того, что референс-центр и телемедицинские консультации очень тесно между собой взаимосвязаны, соответственно, присланный биологический материал тоже является неким связующим звеном для возможности получения удаленной телемедицинской консультации. Потому что иногда присылают биологический материал в начале, а потом уже досылают телемедицинскую консультацию для получения второго мнения, может быть, третьего мнения, а может быть, даже первого мнения, если речь идет о тех нозологиях, которые включены в обязательные нозологии для получения телемедицинской консультации с намецом, с четвертым уровнем учреждения. Вы тоже видите, что все регионы включились в эту работу, и, соответственно, даже в этом году из Псковской области прислали и с Новгородской области прислали материалы. На патоморфологические консультации тоже присылается достаточно большое количество материалов. Есть снижение в прошлом году по сравнению с 2022 годом, потому что сроки проведения пересмотров биологического материала, конечно же, у нас увеличиваются, потому что объемы работы большие, и сроки пересмотров именно по референс-центру, они немножечко страдают, скажем так. Специально привела примеры, что в рамках референс-центра было выполнено 5292 консультации гистологических материалов, а всего случаев нашими патологами выполнено 32 732 случая пересмотра гистологических консультаций. То есть это может быть сырой материал, это может быть сухой материал, но это, получается, объемы работ, которые выполняет наша лаборатория. Очень интересно получилось проанализировать количество выполненных иммуногистохимических реакций для референс-центра и стандартно тех пациентов, которые у нас либо находятся на стационарном лечении, либо у нас берется биопсия, либо ногами приходят и приносят сами материал. То есть на каждый случай по референс-центру пришлось 3,2 окраски, а на каждый наш случай, который у нас зарегистрирован и не привезен из региона, полторы окраски иммуногистохимические сделаны. Что касается оплаты пациентов присланных материалов, конечно же, когда вы отсылаете в рамках референс-центра, то курьер оплачивается за наш счет. Вы просто вызываете курьера, а дальше он уже приезжает, и оплачивать курьера пациенту тоже не нужно. Что касается молекулярно-генетических тестов, то 34% из общего числа выполняется в рамках референс-центра, но задержек вроде как нет, никто на задержки не жалуется у нас. В общем, это все тоже, что я хотела сказать, достаточно кратко, но мне кажется, что информации достаточно. было на слайдах представлено. Поэтому, если есть какие-то вопросы коллеги, я с удовольствием на них отвечу.